Всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал о комнатных растениях Plants and Me. Сегодняшнее видео посвящено самым лучшим растениям 2023 года именно в моей коллекции. Честно говоря, я долго противилась вообще съемке подобного видео, поэтому придумала несколько других таких вот подводящих итоги роликов. Они уже есть на канале. Первое это было-стало, где я продемонстрировала прогресс, который случился с моими новинками, самыми первыми новинками года. Они были именно в марте. До марта я не покупала новых растений, поэтому смогла вот такой прогресс показать на примере новичков мартовских. Следующее видео было это номинации растений, номинации от моих подписчиков. Там я выбирала самые-самые растения в той или иной категории. Очень, по-моему, получилось забавно. Если не смотрели эти видео, то, пожалуйста, можете тоже их посмотреть. А подборка именно самых лучших растений, честно говоря, меня немного пугала. И до сих пор я так немножко волнуюсь, снимая это видео, потому что называть растения лучшим в году, это прям очень ответственно. Каким же признаком я решила относить растения к вот этой десятке лучших? Прежде всего, это визуальная, эстетическая составляющая. То, что то или иное растение мне очень сильно нравится, когда я прохожу, например, мимо него, оно цепляет мой взгляд, мне хочется смотреть на него снова и снова. И меня на данный момент полностью, ну или практически полностью, процентов на 90 устраивает внешний вид конкретного экземпляра. Следующее, это, наверное, прогресс. Это то, как хорошо развивалось это растение, как сильно оно выросло, например, в течение этого года или, ну, совершил какой-то своего рода прорыв. Ну и, наконец, наверное, его некапризность. То, что вот именно это растение является лучшим, потому что оно практически вообще не делало мне мозг и не портило нервы. Ну что, давайте приступать уже непосредственно к обзору десятки лучших растений, ушедшего 2023 года. Напоминаю, вам не забыть оценить это мое видео, поставить лайк, написать комментарий. Это очень важно для моего канала. Откроет список десятка лучших растений, которые у меня достаточно давно, растений, которые пережило всякое. И я очень довольна тем, как оно развивается сейчас, как оно сейчас выглядит. Это совершенно такая популярная, распространенная Алаказия поле. Можно, не знаю, купить, наверное, практически в любом магазине, мне кажется. Не нужно искать какой-то специальный магазин редкостей. Продается, наверное, даже, не знаю, в каком-нибудь Оби или Руа Мерлен, где угодно. Ну и в цветочных магазинах и на Авито, конечно, тоже. Почему эта Алаказия сюда попала? Так, как бы мне ее так разместить? Вот, наверное, вот так ее рядом с собой. Как она вообще попала в этот список? Дело в том, что она несколько раз у меня чуть не умерла. Несмотря на то, что считается распространенной и, в общем-то, легкой в уходе. Пайд такой, что она, как и все прочие Алаказии, сбрасывает корни. И в период моего отсутствия за ней худо-бедно присматривали, но все-таки ей многое не понравилось. И она, наверное, на тот момент, во второй или в третий раз сбросила все корни. Я постараюсь найти фотографию, в каком состоянии я эту Алаказию получила в марте. Она выглядела очень плохо. Это был один несчастный уже желтеющий листик, но при этом вроде как корни она нарастила. Ну и я посадила ее в свой новый на тот момент субстрат на основе кокосового торфа. И, вы знаете, она как-то стала хорошо расти, выдавать листья один с другим. Причем достаточно крупные листья. До этого они у нее были сильно мельче. И вот сейчас такое растение с таким толстым стволиком. Она даже умудрилась у нее подцвести недавно. Но, тем не менее, несмотря на то, что она цвела, а многие Алаказии после цветения начинают чудить, она вот сейчас готовит, выдает новый лист. Я вижу, что он, скорее всего, будет нормального размера. То есть это уже сейчас понятно. Так что я прям очень рада, что с этой Алаказии, моей старейшей, наверное, в моей коллекции, мы наконец-то поладили. И вот с тех пор, как я ее получила в марсе, она вообще не портила мне нервы. И особо, мне кажется, я даже ничего не делала. Особо, ну, как-то и времени на уход за ней не тратила. Могу даже иногда ее чуть засушить. И, несмотря на это, она больше не капризничала. Вот так вот прекрасно выглядит. Ну, главное, конечно, что я обеспечила ей нормальный свет, досветку. Подкармливаю удобрением с каждым поливом. Ну, то есть максимально просто. При этом никаких танцев с бубнами. Все это закончилось. И сейчас она чувствует себя прекрасно. Диальные листики, достаточно крупные. Никаких проблем, минимум усилий с моей стороны. Поэтому, конечно, я не могу не отнести ее к списку лучших растений ушедшего года. Следующее растение тоже, в принципе, справилось с периодом моего отсутствия. И показывает хороший результат. И за этот год, здорово, здорово, эта хоя подросла. Это хоя Николсона Нюгвинея Гост. Показывала я ее в обзоре своих хои. И я очень довольна тем, как она сейчас у меня оформлена. На круговой опоре. Конечно, листиков много. И она немножко начинает перевешивать. Уже надо будет ее перевешивать, не знаю, маленький горшочек внутренний. И надо будет, возможно, ее тоже как-то переоформлять, пересаживать. Но хоя, как по мне, так тоже совершенно несложная, простая. При этом у нее очень красивые листья. Если еще она подзагорит, то будет вообще просто роскошно выглядеть с такими лиловыми листиками. Выросла из маленького черенка небольшого, которым я ее покупала. Нормально перенесла мое отсутствие. И за этот год очень сильно подросла. Поэтому, конечно, я не могу ее вам сегодня не показать. И считаю, что это одна из таких, наверное, как мне кажется, самых нежных хои. Но из тех, что у меня есть. Есть еще несколько достаточно таких деликатных, элегантных хои с красивыми листиками. Но Николсону Ньюгвинея Гост, пожалуй, из них одна из лучших. Следующее растение это Антуриум ворокеанум. Я, конечно, не могла его вам сейчас не показать. Очень меня радует это растение. Чувствует себя, как мне кажется, пока прекрасно. Я его приобрела, получила где-то, наверное, в июне. Это был сеянец с небольшими листиками. Наверное, вот примерно такого размера. Это уже домашний. И вот последний он, в принципе, неплохо увеличивает. Я очень довольна результатом. Не портит листья пока до сих пор. Наверное, он мог подрасти чуть сильнее, если бы я... Ну, не то чтобы я прям засушиваю Антуриумы, но понимаю, что могла поливать их чуть-чуть чаще. И, вероятно, это бы повлияло на увеличение листа. Но в целом он все равно. Вот даже, наверное, так видно, что он увеличивает лист. Вот этот самый молодой. И он еще пока растягивается. Сейчас, мне кажется, этот Антуриум очень популярен. Многие его себе приобрели. Многие, наверное, хотят себе такой Антуриум. Может быть, не все. Но, бесспорно, есть у него свой клуб поклонников. И мне, конечно, он тоже нравится. Очень довольна этим экземпляром. Довольна результатом, прогрессом, который он показывает. Не так давно пересаживала. И вот уже он заполонил корнями этот горшок практически полностью. Очень у него милые ушки у этого листа. И, наверное, думаю, будет очень любопытно взглянуть на него через год. Мне кажется, через год он может очень сильно увеличить лист. И я буду, наверное, в раздумьях, куда же мне его помещать. Но пока он живет в витрине и чувствует себя хорошо. Наверное, можно приучить его к комнате. Но я пока что не пробовала. Следующее растение из этого списка – это, конечно же, моя Монстера Альба. Показывала ее и в номинациях в прошлый раз. Но не могу и сегодня не показать. Потому что она мне очень сейчас нравится. Внешний вид ее. И я уже говорила, что это просто идеальный тип варегатности на мой вкус. Посмотрим, как дальше будет развиваться. С вот этими белыми фрагментами, конечно, это всегда, знаете, вы как будто бы немного на пороховой бочке. Потому что если что-то ей не понравится, какой-то там малейший залив, она может начать портить эти белые части. Поэтому я любуюсь ей в данный момент. Могу сказать, что эта Монстера тоже очень даже хорошо пережила мое отсутствие. Я ее начеренковала. Есть у меня тоже видео на канале. Она разыгрывала черенок, продавала черенки от нее. И вот сейчас она уже выдала несколько новых листьев. И они мне по-прежнему очень нравятся. Я прям любуюсь каждый раз. Следующее растение. О нем я мечтала довольно долго. Хотя нельзя сказать, что оно какое-то прям уж супер редкое. Но купить у меня его получилось не сразу. Это филодендрон, глориозум, зебра. Я хотела именно зебру. И вы знаете, абсолютно довольна. Вообще не пожалела, что потратила на него деньги, определенную сумму. Потому что у него очень красивые листья. Ну прям чудесные. Яркие такие контрастные прожилки. А у молодого листа, вот это как раз сейчас молодой лист. У него еще такой очень красивый розоватый подтон. Я стараюсь вам вот так вот показать. На оборотной стороне это лучше видно. Видите, такие розовые прожилки. И вообще как будто бы розоватая вот эта вот белая часть. Да, она имеет такой очень нежный, красивый оттенок. Ну и сами прожилки тоже. На молодом листе, понятное дело, все это видно, конечно, сильнее. Со временем они приобретают просто такой белый цвет. Филодендрон стелящийся. Поэтому ему нужен такой длинный горшок. Я в восторге. Очень правда мне нравится. Не пожалела ни разу. Любую сим с каждым листом. Он нравится мне все больше и больше. И, конечно, наверное, один из самых красивых филодендронов у меня дома. Он еще, наверное, отличается, что у него много мелких прожилок. Надеюсь, вам сейчас вот так будет видно. Камера сфокусируется. И они такой сеточкой покрывают лист. И делают его еще более таким нарядным, еще приятнее его разглядывать, интереснее. В общем, красавчик. Вот это взрослый лист. И такой вот прекрасный молодой. Следующая позиция в этой подборке – это еще один антуриум. Вообще антуриумов, которые мне нравятся и в целом претендовали бы на этот список, наверное, много. Но я старалась максимально строго подойти к отбору антуриума, чтобы мне и внешний вид нравился. Но при этом мне хотелось, чтобы было что-то особенное, какой-то особый такой факт, почему я именно этот антуриум включила в список лучших десяти. И я хочу показать вам антуриум King of Spades. Почему King of Spades? На самом деле, этот антуриум, который мне нравился очень-очень давно, даже тогда, когда я знала об антуриумах, очень-очень мало. То есть, это такая позиция из очень старого виш-листа. И в свое время мне казалось, что это просто недостижимо, что я никогда не смогу такой антуриум себе приобрести. Ну или когда-то, не знаю, спустя много лет, когда это станет более доступным и реальным для меня. Но вот вы видите, что в 2023 году такой антуриум появился в моей коллекции. И мне очень нравится, как он стал сейчас раскрываться во всей своей красе. Это молодой лист, у него такой вот коричневатый, какой-то бордовый оттенок. Красивые прожилки, они такие тоненькие, изящные. Ну, в общем, как и должно быть, наверное, у антуриума King of Spades. Вот такой цвет приобретают уже сформировавшиеся листья. Он еще, конечно, совсем небольшой. И какое-то время я не была уверена, что мне нравится конкретный экземпляр. Но сейчас вот уже второй его лист меня очень-очень радует. Он еще увеличивается, еще подрастет. Наверное, тоже надо будет его скоро уже пересаживать. Ну, антуриум чудесный. И это, знаете, вот про исполнение каких-то давнишних мечт, желаний. Вот именно с этим антуриумом получилось так. Следующее растение я вам тоже уже показывала в номинациях. И говорила, что если бы я снимала топ-10 лучших растений года, то обязательно включила бы эту Стефанию в этот список, что я и делаю сегодня. Это Стефания Нова или Стефания Кавасаки. Еще такое название у нее есть. Каудексное растение. Да, уже много раз я вам рассказывала о том, что каудексное растение – это очень такое необычное какое-то для меня явление, когда вот из такой картошки появляются симпатичные листики. И я в полнейшем, конечно, в восторге от нее. Рада, что к концу года, к началу вот этого 2024 наступившего, она порадовала меня новыми листьями. И даже не одним, а целыми двумя. По-моему, это чудесно. Она еще их увеличивает. Вот даже, наверное, с прошлого видео вот этот листик подрос. Мне это заметно. Такой нежный, изысканный цвет. Чуть какой-то приглушенный, как будто бы матовый, голубовато-зеленый цвет. Прожилки. Ну, в общем, какое-то космическое растение. Как я уже говорила, тоже ассоциируется у меня, конечно, с японским искусством. С вот что-то таким, с какой-то красотой Востока. Планирую, наверное, ну, не так, чтобы прямо на 100%, но хотела бы, наверное, в нынешнем году еще одно-два каудексных растения себе приобрести, потому что очень они меня привлекают и кажутся совершенно необычными и волшебными. Ну что, еще один антуриум. Да, получается, что в этом списке у меня из 10 лучших растений целых 3 антуриума. И это не случайно, потому что именно этих растений, наверное, у меня больше всего добавилось в 2023 году. И я решила, что, наверное, еще один антуриум, который стоит вам показать. Это роскошный гибрид Карла Блэки на, сейчас вам скажу, на пепель ламинум и на ред кристаллину. Сейчас у нее два листика. Она, честно говоря, немножко меня разочаровала тем, что... Немножко меня огорчила, не разочаровала тем, что не увеличила вот второй домашний листик. Ну, там я сама виновата, потому что не удобряла ее какое-то время. И вот он, результатное лицо. Но растение просто вообще великолепное. Просто какое-то волшебное. Очень красивый блеск. Посмотрите только на это. Изысканный какой-то такой, на мой взгляд, дорогой очень. Оттенок и фактура. Какие-то красноватые вот эти прожилки. Еще такая оборотная сторона листа. Вот я вчера полила, немножко сейчас отек, потому что, наверное, холодновато в витрине, холодновато дома в целом. Но ничего, это не критично. Очень красивый у нее и молодой лист. Сейчас не могу, к сожалению, вам продемонстрировать, но я как-то показывала в своем телеграм-канале. Ну и думаю, что покажу еще не раз, потому что это действительно один из самых красивых антуриумов у меня дома. Еще одна из причин, по которой я отнесла этот антуриум к десятку лучших растений, в том, что мне очень нравится антуриум Карла Блейки. И стоит он дорого. Найти его, ну, наверное, можно, но действительно это такое серьезное вложение финансовое. И я безумно рада, что у меня появился гибрид с Карлой. Я хотела сказать хотя бы, но, знаете, он настолько хорош с собой, что тут даже я не могу сказать хотя бы. Наверное, ну, он просто уже сам по себе хорош, такое самодостаточное растение. Безумно интересно, как будет он выглядеть, когда увеличит лист. Я надеюсь, что следующий уже будет нормального размера, что я там не накосячу с поливом, что буду нормально удобрять. Переместила, кстати, в витрину. Недавно на Boost вышло мое видео, в котором я там делилась итогами, планами тоже закончившегося года. И показывала, какие у меня изменения произошли в витрине. Такой вот там был обзор. Поэтому, если интересно, заглядывайте ко мне на Boost, подписывайтесь. Ссылка будет в описании под этим видео. Вы только посмотрите. Ну, это вообще что за роскошь? Я думаю, что новая камера должна красиво показать вам этот антуриум, должна передать его красоту. Также в сегодняшнюю подборку попала еще одна хоя. Хоя тоже, вы знаете, достаточно распространенная. Но мне настолько нравится ее внешний вид сейчас. И я так довольна ее ростом, что, конечно, это, бесспорно, одно из самых прогрессивных растений ушедшего года. Это хоя Матильда сплэш. Покупала небольшим черенком. И сейчас она просто вот безумно разрослась очень сильно. Экземпляр достаточно такой пестрый, много сплэша. Бывают, конечно, еще больше на листиках. Но в целом все равно я очень даже довольна. Вот такая вот у нее пестрота, такой вот сплэш. Очень много она нарастила цветоносов, еще пока не цвела. Но их тут, наверное, не знаю, мне кажется, чуть не десяток. Я все не считала. Но вот прям видно, наверное, даже вам сейчас должно быть видно, что вот цветонос, вот цветонос, вот здесь еще цветонос. В общем, прям вот здесь тоже. Много-много. И мне очень нравится то, как она смотрится на круговой опоре. Мне кажется, очень ей подходит на прозрачный. Вот так вот активно растет. Достаточно шустрая хоя. Даже не достаточно, а очень, да, быстро растущая. Видите, она и тут ветвится сама. Потому что тут всего, наверное, да, всего один черенок, но она вот так вот разветвилась. Очень хороша. И да, я ее прям любуюсь каждый раз, когда подхожу к этому стеллажу. Каждый раз, когда ее поливаю. Очень довольна ее внешним видом. Довольна вообще тем, что она не портит мне нервы и так хорошо растет. И так замечательно смотрится. Ну и наконец, последнее растение из этой подборки – это сциндапсус. Наверное, единственный сциндапсус, которым я вот довольна, ну, не знаю, процентов на 90 точно. Это сциндапсус Джейдсатин варигатный. Покупала я его черенком в один лист. Когда-то очень сильно мечтала об этом растении. Казалось, оно мне тоже каким-то недосягаемым. Но вот теперь могу вам показать достаточно такой крупный, ну, не очень, может быть, крупный, но подросший красивый экземпляр. Брала, как я уже сказала, черенком в один лист. И вот столько она у меня тут нарастила. Их довольно много. И что мне нравится? Все листья пестрые. Это молодой листик. Со временем вот эти вот зеленые, светло-зеленые части превратятся в кремово-желтые вот в такой цвет. И все листики очень пестрые. Очень классный вар. Не портит она желтые вот эти вот фрагменты. На самом старом подпортила. Но больше ни на одном листе таких проблем не было. Посмотрите. Причем они достаточно крупные. И я даже сказала бы, что это тот стендапсус, который не сильно мельчит листья. Я не ставила его на пору с омхом. И он, ну, не знаю, может быть, разочек там пропустил между узли. Но так в целом он выдает листья прям один за другим. И даже вот голых вот этих вот сталонов мне тут не демонстрирует. Я очень довольна. Считаю, что он роскошен. И из стендапсусов точно самый лучший по всем признакам. По вариегатности, по скорости роста. Потому что может достойно выглядеть даже без опоры с омхом. Просто красавчик. Посмотрите. Еще разок вам продемонстрирую. Очень красивые листья. Ну что, на этом уже совершенно точно все по поводу итогов прошедшего года. Пишите обязательно в комментариях, какие растения из своей коллекции вы бы отнесли к самым лучшим за ушедший 2023 год. Буду с вами прощаться, друзья. Благодарю за просмотр. И увидимся в следующем видео. Всем хорошего дня. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok